Детская преступность. К сожалению, несовершеннолетние все чаще попадают в печальную сводку происшествий. Что заставляет детей воровать, причинять вред здоровью или заниматься незаконным оборотом наркотиков? И можно ли остановить детскую преступность? Об этом поговорим в студии, а у нас в гостях Станислав Асташенко, заместитель руководителя 4-го отдела по расследованию особо важных дел Следственного управления Следственного комитета России по Алтайскому краю. Здравствуйте, рада видеть в нашей студии. Здравствуйте. Вначале расскажите, чем конкретно занимается ваш отдел? Отдел, в котором прохожу службу, занимается расследованием уголовных дел по преступлениям, совершенным несовершеннолетними, либо в отношении несовершеннолетних. Кроме того, у нас в отделе расследуются уголовные дела по преступлениям ятергенного характера. Это, как правило, преступления со совершением врачебных ошибок. На какие правонарушения чаще всего идут дети? Если говорить применительно к работе нашего отдела, то зачастую мы сталкиваемся, наибольшее количество уголовных дел, которые нам поступают, это уголовные дела о преступлениях, совершенных в сфере незаконного оборота наркотиков. Это действительно большое количество таких дел, где подростки как раз-таки в период времени, конец летнего периода, как сейчас у нас на носу вступительные испытания прошли, на носу заселение в общежитие, поступление в учебные заведения, переезд ребят из сельской местности в город. Вот в этот период времени, как правило, подростки, общаясь, заводя новые знакомства со сверстниками, знакомятся с теми лицами, которые их склоняют и которые их вовлекают в совершение данного рода преступлений. Либо эти подростки, когда попадают в город и находятся уже не под влиянием таким, каким было со стороны родителей, они начинают в социальной сети искать различные подработки. И, к сожалению, в социальных сетях они сталкиваются с объявлениями о том, что требуются те или иные специалисты, как это называется, в курьерном бизнесе. То есть, получается, подросток хотел заработать и он становится заложником вот этой ситуации. Он нашел какое-то сомнительное объявление и никто ему не подсказал, что это плохо, что не стоит на него реагировать. Получается, что нет контроля вот именно вот в этом вопросе. Почему эти объявления вообще появляются в сети, в интернете? Дело в том, что средства массовой информации, в том числе различного рода каналы, которые у нас находятся в различных приложениях, которые есть у каждого в мобильном телефоне, в настоящее время не до конца грамотно регулируются законодательством, не до конца прослеживаются все те утечки, все те сообщения, которые носят крайне негативный характер. И современное поколение, которое большую часть своего времени проводит в сети интернет, они, конечно же, в любом случае сталкиваются с этими объявлениями. Дело в том, что в целях предотвращения данных действий необходимо очень грамотная, хорошая, профилактическая работа, которая позволит сформировать в подростке задаток тормоза в таких ситуациях. То есть тормозить, как не нужно себя вести и каким образом нужно все негативные данные, весь этот негативный контект удалять вообще в целом из жизни и в дальнейшем никогда с этим не связываться. Удается ли вам в какой-то коллективной работе, профилактической, вот как раз на ранней стадии, что называется, прекратить, встать на другой путь помочь ребенку? То есть вы наверняка с ними общаетесь, узнаете, хотел он это сделать, не хотел, осознанно, неосознанно. И вот многие ли из них потом понимают, что, извините, я не хочу туда, там плохо, за решеткой тем более, я хочу вернуться в свою нормальную жизнь. Многие вот уже на этом этапе, на первом понимают, что они совершили нарушение. Да, как только подростка задерживают, когда мы проводим первые неотложные следственные действия, проводим беседу с подростком, уже сразу мы видим, что молодой человек раскаивается, ребенок раскаивается. Раскаивается, поскольку понимает, знает, что это плохо, так делать нельзя, но ссылается на то, что не думал, что правоохранительные органы, что наша система работает настолько исключительно грамотно с точки зрения пресечения, расследования преступлений в короткие сроки, потому что зачастую, как показывает практика, большая часть расследуемых уголовных дел пресекается именно преступная деятельность на начальных этапах, на начальных стадиях. Ну, к примеру, начинает подросток заниматься данной незаконной деятельностью, проходит около двух дней, зачастую и в этот же день его задерживают сотрудники правоохранительных органов. И он тогда высказывает всегда такое удивление, как показывает практика, как так могло быть, в фильмах показывают, в сериалах показывают, в интернете читал, в первый же день я только начал, вышел, и тут вечером меня задержали. Конечно же, очень печально, что с данным подростком была проведена в свое время недостаточная профилактическая работа. Ну, все, что вы вот сейчас сказали, говорит о том, что взрослые мало беседуют с детьми на разных этапах. Семья, школа, лагеря и так далее. Так, значит, у нас недостаточно развита профилактическая работа. Или все же она ведется, но может быть с какой-то категорией ребят, которые вот уже изначально не очень благополучные? Да, зачастую действительно усиленная профилактическая работа, усиленная работа с несовершеннолетними ведется именно с теми лицами, которые уже совершили ряд административных правонарушений, либо совершили деяния преступные, поставлены на учет. И мало, достаточно мало уделяется времени для работы с теми лицами, которые являются благополучными. Потому что говорить о том, что преступления они совершают только несовершеннолетние, из негативной среды, имеется в виду среды, где негативное влияние со стороны взрослых, негативное влияние со стороны окружающей среды, где непосредственно ребенок развивается, растет. Это имеется в виду его жизнедеятельность. Здесь зачастую бывают и благополучные семьи, семьи, в которых родители успешны, занимают высокопоставленные должности. И дети, которые являются золотым резервом, так скажем, региона, которые являются победителями олимпиад, конкурсов, которые учатся в школе замечательной, которые являются отличниками, и которые, когда допрашиваем, говорят о том, что стало интересно, любопытно. Играл в игру на телефоне, где нужно зверей различных через смартфон искать. Очень популярная среди молодежи около шести лет назад была игра. И вот интересно стало поиграть в эту взрослую игру, где я должен буду ходить и искать различные пакетики. То есть все это ведет к тому, что недостаточная работа, в первую очередь, со стороны взрослых, со стороны родителей, которые должны уделять своему ребенку максимум времени. Ведь так получается, что родители, когда приходят домой с работы, занимаются бытовыми вопросами, пытаются уделить немного времени себе, я имею в виду отдых, связанный с просмотром телевидения, с просмотром контента в сети интернет, либо чтение у каждого свои интересы. А ребенок в это время, который уже длительный период времени к тому моменту находится дома, уже после школы, хочет получить какое-то внимание, частичку со стороны родителей, но получает ее минимально, либо это за ужином, как правило, либо это в форме короткой беседы. Каким образом прошел день, как дела в школе, этого недостаточно. Для того, чтобы понять психологию, тонкую черту характера своего ребенка, нужно регулярно в день уделять ребенку, я считаю, что не менее двух часов. Почему именно эту цифру называю? Потому что с учетом развития того, каким образом человек планирует свой рабочий день, рабочий день, то есть сколько времени он проводит дома, сможет потратить на себя. Именно два часа, с учетом всего объема времени, проведенного дома, достаточно для того, чтобы хотя бы после общения с ребенком можно было провести какой-то анализ, сделать выводы для себя, правильно ли ребенок развивается, все ли ребенку в этом мире понятно, и не нужно ли где-то его сориентировать в нужном направлении. И подарить ребенку эти положительные эмоции, которые он потом в дальнейшем сохранит в своей жизни и потом впредь передаст своему подрастающему поколению, вашим же внукам. Поэтому из-за того, что мы мало внимания уделяем детям, из-за того, что мы позволяем им много времени находиться в социальных сетях, в сети интернет, мы упускаем эту тонкую линию, вот эту тонкую нить, которая соединяет нас с нашими детьми. И, к сожалению, потом это в дальнейшем приводит к необратимым последствиям, когда дети могут совершить какие-либо противоправные действия. Ну, я вот сейчас вас слушаю, складывается впечатление, что я не с представителем СУСК разговариваю, а как минимум с психологом или педагогом. У меня действительно есть педагогическое образование, высшее педагогическое образование. То есть я, когда студентом обучался в педагогическом университете, параллельно обучался на юридическом факультете в учреждении образовательном, это Академия государственной службы. И, конечно же, обучаясь в университете, я очень много времени потратил на то, чтобы заниматься педагогической практикой. Я выезжал в детские строительные лагеря вожатым, воспитателем, очень много сезонов посетил. Мне это действительно было очень интересно, но в силу того, что правоохранительная деятельность мне была более привлекательна с точки зрения интересов и склонности к юриспруденции, я занялся именно данной деятельностью. Но сейчас, проходя службу в правоохранительных органах, я не изменяю своим интересам и регулярно, постоянно встречаюсь с детьми не только в средних учебных заведениях, в высших учебных заведениях, но и в детских садах. То есть организовывая со своими следователями, с коллегами, сотрудниками, я имею в виду нашего отдела, а мероприятия в детских садах, где мы наряжаемся сказочными персонажами и в игровой форме, потому что для детей это лучше для восприятия, моделируем различные ситуации, в которых могут оказаться дошкольники. Дети очень интересно воспринимают подачу такую со стороны правоохранительных органов. И потом в дальнейшем я нередко слышал и со стороны администрации детских учебных заведений, имеется в виду дошкольных, что удивлены таким подходом со стороны правоохранительных органов. И действительно это является эффективным. Я считаю, что вот как раз-таки такая работа, если все подразделения, в том числе органов исполнительной власти, правоохранительных органов вместе будут работать с детьми на этапе профилактической работы, это действительно даст серьезные плоды, серьезные результаты. Ну мы вот с вами все больше говорим о детской преступности, но ведь ваш отдел занимается и другой стороной проблемы, когда в отношении детей совершают преступления. Да, действительно. У нас большая часть уголовных дел, которые находятся в производстве у следователей, это именно уголовные дела по преступлениям, совершенным в отношении несовершеннолетних. Огромное количество преступлений совершается, как я уже выше отметил, в сети интернет. Сети интернет — это то поле, где мы полагаем, ребенок находится в безопасности. То есть, как правило, родители, которые считают, что их ребенок находится в соседней комнате под их наблюдением визуальным, находятся в безопасности, это в действительности не так. В сети интернет дети подвергаются насилиям, подвергаются влияниям со стороны взрослых, злоумышленников, которые в то же время, пользуясь детской невинностью, детской наивностью, входят в доверие путем различных сообщений в интернет-мессенджерах, в социальных сетях и в дальнейшем совершают с детьми очень серьезные, необратимые и негативные поступки, которые в целом в дальнейшем очень серьезно отразятся на психике ребенка. И ребенок из-за того, что родитель мало уделяет ему внимания и доверительные отношения не настолько идеальны и хороши, и допустимы, какие должны быть, не рассказывает родителям об этом. И, как правило, мы в ходе следствия, когда мы устанавливаем объективно факт совершения одного преступления в отношении несовершеннолетнего в сети интернет, начинаем уже анализировать социальную страницу злоумышленника, обвиняемого, и устанавливаем 15, 20, а то и 40 аналогичных фактов, потерпевших. И когда приезжаем в соседние субъекты, ведь по всей России это происходит, в соседние субъекты приезжаем, начинаем допрашивать родителей, рассказываем о произошедшем, у всех родителей в шок. Как так? Мой ребенок, такого быть не могло. Он со мной на доверительных отношениях, он бы мне рассказал, демонстрируем переписку, рассказываем об обстоятельствах родителей в шоке. И каждый родитель, каждый родитель отмечает после этого, что недостаточно провел времени с ребенком. Потому что если бы отношения были доверительные, ребенок, получив какое-то подозрительное сообщение, обязательно бы поделился об этом со своим другом. А кто у него лучший друг? Мама и папа. Поэтому еще раз вернусь к тому, что даже в тех случаях, когда мы наблюдаем динамику развития и преступления, совершенных в отношении совершеннолетних, здесь снова мы возвращаемся к вопросу работы родителя со своим ребенком. Поэтому это очень важный элемент и важный этап в развитии нашего общества. К сожалению, эфирное время подошло к концу. Резюмируя, как бы отмечу, что будем больше времени уделять нашим детям и будем настоящими друзьями. Спасибо, что нашли время, пришли к нам в студию. Я напомню, что сегодня у нас в гостях был Станислав Осташенко, заместитель и руководитель 4-го отдела по расследованию особо важных дел Следственного управления Следственного комитета России по Алтайскому краю.